Приветствую вас, церковь. Я для того, чтобы мы немножко настроились, хотел прочитать и немножко прокомментировать отрывок один из Писаний. Это отрывок из Исхода, 16 глава, с 15 по 18 стих. Я прочитаю. «Увидели сыны Израилевы и говорили друг другу, что это, ибо они знали, что это. И Моисей сказал им, это хлеб, который Господь дал вам в пищу. Вот, что повелел Господь. Собирайте его каждый по стойку, сколько ему съесть. По гамору на человека, по числу душ, сколько у кого в шатре собирайте. И сделали так сыны Израилевы, собрали, кто много, кто мало, и мерили гамору. И у того, кто собрал много, не было лишнего, и у того, кто мало, не было недостатка. Каждый собрал, сколько ему съесть. Это чудо с манной. Ученые ищут некоторые объяснения тому, что это могло быть такое. Есть несколько объяснений. Википедия дает два из них. Одно, что это лишайники аэрофиты. Другое, что это сок тамориска, который как-то выделяется, а потом его муравьи якобы съетали. Нету единого мнения. Но все вот эти объяснения научные, они как бы фокусируются на том, в основном, что это могло быть такое, что это за растение могло быть такое съедобное, которое появляется и исчезает в тот же день. А у этого чуда есть много разных других аспектов, которые эти всякие исследования не берут в расчет. Например, тот факт, что израильтяне постоянно перемещались с места на место. То есть это не мог быть какой-то локальный феномен в какой-то территории. Или то, что каждый седьмой день эта манна почему-то не появлялась. Или то, что если люди оставляли ее на следующий день, она портилась, но в один из дней не портилась. Когда в пятницу собрали и на субботу оставили, почему-то не портилась. Плюс, кроме израильтян, нет такого упоминания в истории, чтобы кто-то что-то подобное ел когда-то. Плюс, вы знаете, что в ковчеге хранился образец манны, как напоминание о том, что они ели в пустыне. И он тоже не портился, якобы. Вроде так говорят, так написано. То есть, как израильтяне много веков назад, так мы сейчас со всеми научными достижениями можем по-прежнему говорить, что это манна. В переводе с их языка, древнего, это означает «не знаем, что это было». То есть, что это. Ну вот, о чем я хотел поразмышлять вместе с вами. Мы каждую неделю молимся такой молитвой, такими словами «Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день». Наверное, эта молитва могла быть молитвой Израиля тоже в тот период, скитаний по пустыне, так как каждый день у них было еды ровно на этот день. И каждое утро они вставали с надеждой на то, что Господь обеспечит их в пустыне на этот день. Но когда вы пытаетесь применить это к себе, возможно, бывало у вас, как у меня, что вы молитесь этой молитвой по привычке, не соотносять с самим собой эту просьбу «Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день». Потому что, ну, может, она даже кажется немножко лицемерной, эта молитва. Потому что для большинства из нас вопрос ежедневного пропитания, он как бы пришел. Причем так, что обеспечен не только на сегодня, а вообще там на месяц вперед. Ты или сам себе добываешь на пропитание, или зависит от родителей, если ты ребенок, или зависит от детей, если ты в возрасте, или от чьей-то поддержки. Вот. Но для большинства из нас этот вопрос как бы не такой как бы яркий, не такой насущный. И поэтому слова «Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день» могут казаться искусственными. Но если подумать об этом шире, всех нас, всех людей и верующих, на самом деле и неверующих, во всех нас живет голод и жажда почему-то большим. По хлебу, который не нужно добывать тяжелым трудом. По воде, которую не нужно черпать, приходя в полдень к колодцу, как самарянка приходила. По безопасности, которую не может обеспечить ни медицинская страховка, ни приезд в другую страну. По отношениям, которые дают чувство принятости, значимости, уверенности, взаимопонимания, нежности, искренности, покоя. Мы их ищем отчаянно, все люди их ищут и в какой-то мере находят, в какой-то мере продолжают искать постоянно. Иисус о себе однажды объявил таким образом в 6 главе Иоанна. Он говорит, он объявил о том, что Отец с небесный дает каждому человеку другой хлеб какой-то. Не такой, и он провел параллель с этой манной. Это хлеб, который приходит с небес, как манна, но который не нужно добывать, но который дает нечто большее, чем просто удаление голода. По словам Иисуса, он дает жизнь. Это хлеб, которого, как манны, в исходе мы читали, каждому будет достаточно. Кто собрал мало, того не будет недостатка. Кто собрал много, не будет испытывать, что у него лишнее, что есть. И Иисус так говорит, это Иоанна 6, 32-34. Истинно, истинно говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец мой дает вам истинный хлеб с небес. Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру. На это сказали ему Господи, подавай нам всегда такой хлеб. И Самарянка двумя главами раньше говорила ему, когда он говорил про воду, которую человек попьет и не будет жаждать снова. Она тоже говорила ему, подавай мне всегда такой воды, чтобы не приходилось сюда черпать. Человек всегда готов принять чудо, поверить в чудо. Человек не самодостаточен, он постоянно ищет чудо. Ищет этот самый хлеб, сходящий с небес. Подсознательно. Потом нам так нравится фантастика и фэнтези, потому мы ходим на цирковые представления и всякие там, где фокусы показывают какие-то магические. Потому есть некоторые легковерные, которые подаются шарлатанам, которые обещают им чудеса какие-то несбыточные. Все это из-за глубокой жажды вот этого небесного хлеба, живущего в сердце каждого из нас. Жажды, на самом деле, заложенные в нас небесным отцом, которую подавляют в себе только самые такие скептики, и то в попытке бегства, чувствуя себя уязвимыми из-за этой жажды. Иисус пытался объяснить в этой шестой главе свои слова. В 57-58 стихе он говорит так. «Как послал меня живой отец, и я живу отцом, так едущий меня жить будет мною. Все это из хлеб свящий с небес. Не так, как отцы ваши ели манну и умерли, едущий хлеб все будет жить вовек». Он говорит, «Едущий меня, пьющий меня жить будет мною». И тут мне на ум пришли слова Гамлета. Он говорил, когда в этом известном диалоге, монологе «Быть или не быть», он говорил, вот в чем разгадка, вот что удлиняет несчастье в нашем жизни на столько лет. И он говорил о том, что удлиняет то, что есть неизвестность после смерти, боязнь из страны, откуда ни один не возвращался. И якобы люди терпят всю эту несправедливость в мире, все сложности, все трудности, лишь из-за неизвестности после смерти. Потому что в смерти по-любому хуже, чем здесь. Но вот интересно то, что он говорит о том, что ни один не возвращался, а мы знаем одного, кто вернулся. И мы нашим счастьем столько лет, и мы продолжаем существовать не из-за того, что здесь по-любому лучше, чем там, а из-за того, что мы знаем, что там по-любому лучше, чем здесь. Мы знаем, вот это есть известность после смерти. Благодаря ей мы терпим то, что здесь происходит. Когда Иисус говорит о том, что едущий меня будет жить мною, это значит, что мы живем надеждой. И когда мы просим Отца хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день, мы вовсе просим не о манне, которую он должен нам не послать, чтобы мы имели пропитание. Мы просим о том, чтобы сегодня он дал нам жить Христом. Павел писал Колоссяну так, что жизнь наша сокрыта со Христом в Боге. Вот он себя так воспринимал. И вот этой надеждой мы и будем сегодня его прославлять и просить не о пропитании, а о жизни Христом. О том, чтобы нам питаться от Него. Это то, к чему я вас призываю тоже вместе со мной. Прославляя Его сейчас в песне, давайте просить о том, чтобы нам жить Им. Чтобы нам открылось вот это, что значит, что наша жизнь сокрыта со Христом в Нем. Потому что это такая истина, которая очень яркая, очень вожделенная, но не всегда сразу понятная сердцу. Она как бы отстраненная, красивая, и важно, чтобы Бог ее сделал к нам ближе. Раскрыл ее, распаковал. Аминь.